Здравствуйте, друзья. 18 августа. Продевается время посадок. Как не странно, впереди осень до посадки. Давайте разбираться. Первое. Имею ли я право учить других. Для этого нужно иметь матричный сад. Комментарии нужны. Это светение абрикосов в Сибири. На дальнем плане один из лучших питомников в России. Правда, питомник самый маленький. Ни одного перекупленного саженца. Вот. Сергей Жилов. Раз. Второе. Вот это его посадки. Имеет ли право Жилов-старший, то есть я, учить садить деревья. Без комментариев. Идем дальше. Советов будет много, а немножко в разброс. Получается так, что, если вы вырываете где-то в низине, хотите абрикосов, у вас будут большие проблемы. Вот. Сказать, вот так посадили будет. Нет, а я сейчас скажу какую-нибудь гадость. Например, несколько камазов сземляет. Если вы хотите иметь абрикосов, вы можете сразу в магазин за отравленными, чем в несколько камазов, чтобы из низины сделать хотя бы холмы. Понимаете? Нет, это ничего однозначно. Здесь проще. Ну, где-то повезло. Я не мог изменить наклон земной оси или там, это, гигантская гора, это же, предгоре. Нет. Я просто использовал тем, что во второй половине дня с запада солнце максимально обогревает и летом, и зимой за счет склона. Склон перепахан, начинаются советы. Склон перепахан. Теперь тут вольно-невольно топтали, топтали, и получилось там, где земля не удоптана, это получились невольно гряды. А это штор. Абрикосы что в низинах делают? Правильно, сгнивают. А здесь они не сгнивают. Проходит время. Пять-десять из них привитых. Прекрасно. Развивающие расстаются навсегда. Остальные на продажу. Вот. Это хороший совет. Вот. Самое, камень, как называется, предпровения, это просто ужасно. Вот. Когда вот такие оппоненты, они имеют свой взгляд на вещи. А мне приходится, ребята, доказывать, что они правы, а я правее. Вся гигантская литература, вся гигантская мощь науки направлена на то, чтобы бороться с манилиозом. Вот. А манилиоз возникает только от того, что неправильно посадили. Причем манилиоз не как болезнь, а последствия болезни. Вот. И мне приходится говорить, вот так посадите, не будет манилиоза. Нет у меня манилиоза. Специально моя духовная дочь, помощница Елена Александровна Савельевич, кандидат наук, привозила ко мне почти доктора науки с пяти минут. Вот. Заеду в силу лабораторию. Нет манилиоза. Зато есть косточки в культуре в большом количестве. Вот. Смотрите, что получается. Мне приходится на это отвлекаться. Почему? Вот я сделаю ролик, да? Вот меня попросили сделать ролик, вот этот, сегодняшний. Ну, меня год назад просили, два года, три-четыре. Я по 70 лет каждый год делаю ролики. Что я получаю в ответ? Я на этом ролике чуть не уснул. Столько воды налито. То есть, я говорю, а это одна вода, а толку нет. Главное, смотрите, проблема косточки, манилиоз. Никакая правильная посадка на правильную глубину не поможет. Дело в том, что вся страна узаглубляет косточковую культуру. Вот. Чуть ниже поймете, о чем речь идет. И с этого начинается, я вынужден не просто говорить, садите по железу. Я вынужден доказывать, что надо садить по железу. То есть, символическая минимальная зубовка. Почему? Потому что мне их не пересилить. Понимаете, как обидно, страшно. Никакая правильная посадка на правильную глубину не поможет. То есть, получается, что правильная это по ихнему. Вот она, правильная. Это один оппонент. Вы уже поняли. Он считает, что манилиоз это болезнь. Манилиоз, гриб, манилия. Живет мертвые ткани. Живые не трогают. Посадили правильно, здоровое дерево. 20-30 лет, 40. Да что, морозы какие? И не, ну 40, ладно, не знаю. 30-45. Это предел, с чего я добился. Вот. Не понимает, что одна из страшнейших ошибок принципиальных, мирового уровня, это когда железо, говорят, на нервные болезни. А последствия, это надо потом уже где-то, коррежали, как-то она уже где-то, это самое, уже где-то на граните высечь вот это, то, что я говорю. Ну нельзя так, нельзя, когда десятки, сотни, тысяч академиков, докторов наук, кандидатов и прочих доцентов обманываются, их обманули, а это, первопроходцы. А они не догадались просто, ну так бывает. Очень молодцы, все работают там, где сложно, а где просто они не могут. Видите, сколько я вот здесь сейчас налил. Ну как иначе, ну как я могу переубедить человека, что манили этот гриб совершенно безобидно, есть только мертвый. Вот. Ну и вот, корень, представление. Сеянцами ничего не случится, отвечают, это был спор серьезнейший. С ведущим абрикасоведом, вот, по ту сторону рано, по ту сторону нас было двое, я и этот самый, и Байкалов. А по ту сторону свои. Если вы понимали, почему я даму не называю, мудреной, опытнейшей, за которой огромная работа, дело в том, что она не права, я считаю. Вот. У нее, чем, она глубже закапывает, да, и у нее получается там сырее, схоживается лучше, чем у меня. Но, тем не менее, через несколько лет все это умирает, а она-то, это, отставит это, видите-ка. Вот. В качестве компромисса, когда уже я ее допек, она уже оставила при осенне, посеве, глубины 5-6 сантиметров, я считаю, смертельная. То есть абрикосы долго не живут. У них основание штампа сгнивает. Вот. Я потом покажу. При посадке на постоянное место в 1-2 летнем возрасте, ну, то есть уже саженец, там уже, конечно, тут уже руку ясно, что просто-напросто есть корень, там даже не надо думать о корневой шейке, только корни засыпал и все, и почти угадал. А вот это вот, она зря, она это сделала, идем дальше. Смотрите внимательно. Сама природа на моей стороне. Там идет, сеется, 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 один из тысяч взойдет, и попал в неудачное место. Он сгниет, освободит место для другой, более крепкое на выплевание культуре. Видите, вот это, вот. А когда это в саду, в саду, вот, дерево так же погибает, а доказать, вот это вот, что она не права, вот это, не могу, не могу, понимаете, вот. Уже после спора, уже где-то, уже нет, уже, ну, не может себя, который всю жизнь, говорила, это сама. Утверждал одно, вдруг перестроится. Значит, что получается, я всю жизнь людям приносила вред, не, я приносила пользу. Теперь, это уже чисто психологическое, будет стоять до конца. Вот. А один из фотографий, это моя фотография, которая, одна из тех, которая для будущих, христоматит, для будущих монографий, для будущих, она, мне просто повезло, я, за забором сразу, у соседа, там, мои ветки, свешивались на ту сторону, я там не собирал, у себя собрала, это тот самый косточки патриарха. Посмотрите внимательно, как они это, перенесли зиму. Вот. Есть сходы, вот справа, один зашел, второй зашел. Вот тут я вижу, что-то вроде, этого самого. Вот тут я вижу, видите, упился, значит, скорее всего, вот эта вот, косточка, скорее всего, превратится в саженец. Вот она, вот, своим корешком уперлась, видите. Но это и все. Гнилая, 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 непонятная, гнилая, раскрылась, ничего нет, гнилая, гнилая, ну, и эти явно гнилые. Вот. Итак, что мы имеем? Очень низкий процесс скорости, просто, которые упали на землю. В природе это нормально. Природа придумала, что вот, моё дерево давало до 40 лет, то есть, это тысячи, за один год, это тысячи косточек, а если в природе, вот они, там так же сходят, тысячи, имеют свой шанс, а единица, достается им это, место, вот. А большинство гнивает, это, вот, повторять мы не будем, и за Хольцером повторять не будем. если у него 20 или 50 тысяч семян, ну, вот так вот, как этот, помните, как это самое, вот так вот взял, разбросал, молодец, пусть это будет лесосад на здоровье, а если косточка, цены нет, значит, мы вот это отрицаем, благодарим меня за этот снимок, он очень показательный, тогда начинаем хитрить. Это прислали мне фотографию, вот, здесь предельная влажность получилась, прикос манджурский, хранил человек его в мху, мог сырой, одна сгнила, одна пошла, видите, проснулась, вторая проснулась, одна сгнила, две непонятно, это предел, то есть, при разных условиях, одни выдерживают сыры, другие нет. В своем рейде, в своем рейде, это тоже селекция, но, каждого человека призывать, селекцией заниматься, я бы не стал, вот, смотрим сюда, вроде бы все нормально, эта фотография в моем саду сделана, а скажите, там где косточки, вот так, парные, это значит, что вылез саженец, где он делся, а? Мыши, глядите в глаза, куда вы дели косточки, вот, я грешу на мышей, они просто их сожрали, вот фотография, ближний план, вот здесь, уже жидко видно, помните, я вам показывал грязку, вот, вот, а это учебная фотография, если тут, мышей я пропустил, мы же их травим, отравленным зерном, но это отдельный разговор, вот, посмотрите, вот эта упалка, как вот она лежит, вот его перегрызли, да, если не успела мышь, значит, я помешал, наверное, вот так бывает, ну, правда, бывает, ворона выклевывает, зачем-то, и это не исключено, ну, и, наконец, что получается, большая проблема, плохой схожести мыши еще, они, пока много снега, они под снегом все делают, выкапывают прямо из земли, или это играет против меня, та дама молодец, на 5-6 закопала, мыши, может, я не достану, а я говорю, на 1-2 сантиметра, это тоже компромисс, тоже, я ниже покажу, основание штаба сгнивает, так, ну, а помните, я вам рассказывал, приходит письмо, караул, косочки ваши не взошли, я в расстройстве, тут недалеко копаю, другую грязку, смотрю, все ваши косочки лежат в одной кучке, мыши их собрали, это, устроили там пир, в сторонке, то есть, поняли, насколько опасны мыши, если они глубоко захватывают, значит, железом не прав, так, идем дальше, вот эта вот косточка закопана, была очень глубоко, вот здесь несколько сантиметров, вот так вот, сейчас покажу, это получается, что она обречена, ну, земля такая, чернозем, мне нравится, когда земля песчаная, чернозем не принадлежит, для прикоса, да еще и посадил глубоко, вот, вот эта интересная фотография, очень ценная, тоже для будущих учебников, мне присылают персик, прекрасно растет, почва легкая, ничего не сгнивает, вот, я, я-то это самое, противный, нутный, я говорю, ничего не знаю, глубоко закопали, да, сантиметры на 5, на 7, я говорю, ну-ка, раскапывайте, вот, раскопал, смотрим, что получилось, получилось, что, да, персик не погиб, отдал лишние побеги, видите, вот, у него, это он, это его, все, красная краска, вот, все, пожалуйста, вот отсюда закопал, саженец, не только не погиб, дал лишнее, эти самые, нет, ничего не дал, потом, когда раскопал, пожарили, с 9, 10, да, вот, вот они корни, вот он написал, где они, а здесь у него пошли побеги, то есть, это была, по неволе закопанная, верхняя часть, так, и она даже начала расти, то есть, когда он освободил от плена, нижнюю часть, основание кардиоэкшейки, основания штамба, у него пошли побеги, вот они, вот это очень характерная вещь, друзья мои, вот, доказательство того, что все-таки я прав, почему, почва, видите, какая, на этой почве, даже персик бы сгнил, вот так вот, получается, очень аккуратно надо было, и как все-таки выкручиваться, фотография, еще одна для этих, для будущих, хрестоматий, секундочку, можно пересыхать, еще раз расскажу, когда некоторым надоел, значит, так же точно ваши абрикосы пошли, все прекрасно, в горшках, сколько, я же все такое противно, насколько закопали, косточки, ну, с этим весом на 10, что, срочно раскопать, раскопало, ну, и присылают фотографию, я говорю, поздравляю, ваши абрикосы жиру, нет, они уже мертвуют, вот так вот, вот, я сейчас стою на своем, это важнейший момент, потому что, какие сроки выдерживания, выдерживаются, ни осень, ни веса, но уж если ты нарушил это правило, что, это самое, в принципе, это идеальная посадка, когда косточка лежит на поверхности, в которой жрут и мыши, и к кому попало, и это самое, и холодно, и жарко, и дождь, и мороз возвращается, но они на поверхности беззащитные, вот отсюда результаты, для того природа тысячу садит, чтоб одна взошла, а нам-то надо, чтоб из тысячи, хотя бы девятьсот зашло, посмотрели, убедились, что жертва прав, вот, еще одно, ну я не спас, я поздно ей сказал, она опоздала, похвасталась, а у меня взошли ваши абрикосы, это все для учебников, это не шутки, статификация, и так, начинаем говорить так, первый вариант посадки, я бы даже сказал, яйца две корзины, почему, мне говорят, весной или осенью, у меня бывало, весной взошли, осенью нет, у меня была, весной не взошли, а осенью взошли, и так, и так, поначалу, а новичков таких, как я, было полно, тысячи, миллионы, значит, что получается, статификация идет, так, я рассказывал, соотношение песка, и песок хороший, из этого самого, ну, у меня с котлована, который под этим, под сосновым бором, котлованчик, вот, он никогда не, это, не покрывается плесенью, и получается вот так, в это время, это три месяца, надо его доставать, садить, вот это вот, уже через четыре месяца, поздно, поняли, поздно, то есть, если оптимальные сроки, и в сроке, и температура оптимальная, близкая к нулю, это пример того, что прошли все сроки, что какая сходность могла быть, и сколько никогда не будет посажено, зачем хорош форму яблона, она, что с косточки, что привитая, все равно получается, вкусная средняя величина яблоки, вот смотрите, сколько я выбросил, нет популярности, но это другой вопрос, а сам факт, что я умею старифицировать, вы убедились, вишни хуже, и тут тогда я говорю, давайте разделим так, вишни и чересни, давайте садить под зиму, очень плохо, если сходят, а это, и то, если их 4-5 месяцев старифицировано, и то до 100% школьности далеко, я предлагаю садить половину под зиму, половину на статификацию, на подзиму как можно, ближе к зиме, еще один совет, дальше, будем отделять семена от косточек, семечки от косточек, груши, яблони, это семечки, давайте смотреть, 21 февраля статификация была, вот она, сейчас видите, вот они, я их закрываю, пакетики, с небольшим количеством, значит, это как, темновато выглядит, но это, это самый песок, итак, 21 февраля, 22 апреля, 2 месяца, ровно, проклюнулась, 20, 40, груша уссурийская, видите, груша уссурийская, то есть, я таким опытным путем, для пересылки устанавливал, на пересылке, а эти вот не купили, я давай их расковыривать, раз не купили, давай, я думаю, не смог продать, давай сделаю хороший фильм, учебный, итак, 2 месяца, вот, первое проклевывается, видите, они уже некоторые пересылки, значит, где-то с полутора, до 2, 2,5, всегда разбег делаю, а теперь, я не болту, вот она уссурийская груша, нет, вроде не болтун, вот, еще одно, еще раз говорю, да, нет, так не бывает, почему, помните, я когда-то издевался, над дошкольников, величайшая глупость, говорить, что это, благо нужна или не нужна, рассчитана на дураков, а среди школьников, найдется ли хоть один, который напишет, не нужна, глупости, а вот здесь вот так, однажды я в одной статье прочитал, что очень весной, это касается тех регионов, где весной, после дольбей, земля схватывается коркой, и как там было написано в статье, до, 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 в твердости асфальта, до твердости бетона, и они сходят, а пробиться не могут, но я для эксперимента, я же тогда уже печатался, в нескольких гадетах, я взял бороски, сделал, посеял, эти же самые, груши, вот эти же самые, посеял, да, и сверху, по-русски я накрыл, песком, вот, чтобы легче взошли, но видимо песок, он пересыхал быстро, я не успевал поливать, у меня взошло вот так, вот это все, метр взошло, метр сухо, то есть, не одной, метр взошло, метр сухо, метр взошло, очень сложности взошло много, но я понял, что это, в чинке вызовки не стоит, но там у кого, весной, да, а такое бывает, я же вас учу, мая наука, как бы для одного региона одна, для другого, вот там, где схватывается комбетон, весной, а мы посадили, оно действительно пробиться не может, вот там вот этот способ, у меня же половина взошла, это неплохой результат, вот дальше, самая большая проблема заключается в том, что когда мы ссадим, даже на глубину сантиметра, так, проходит время, сам вылазит, полностью косточка вылазит, если не глубже сантиметра, косточка вылазит целиком, вот, теперь надо, что мы под этот самый корни, и пошли вниз, росток вверх, а вместо корневой шейки обязательно есть, я покажу ее, вот, она должна быть на уровне земли, вот это идеальный случай, все эти глупости, она выдумывали, абсолютно, люди, которые ничего не знают, не понимают, они придумали корневую шейку, а она сама образуется, ага, как же образуется, до этого есть вебинары, мы там подробнее говорим, у меня, кстати, завтра вебинар будет, 19-го, имейте ввиду, итак, посмотрели, вот тут бы, чуть-чуть бы, но тут, если сейчас взять, и чуть-чуть откопать, это где-то пол сантиметра, здесь корневая шейка, эти тонкости, мы должны знать, а то они, потом, через 2-5 лет погибнут, а вы не будете знать, почему, а я вам говорю, пол сантиметра надо откопать, но если откопать, что будет, ямка будет, а ямка, это опять плохо, ямка почти такую же, отрицательную роль играет, как и закопка в землю, сыро, непродуваемо, идем дальше, смотрите, вот эта же фотография, где-то спустя, тут тоже ничего понять невозможно, можно радоваться, да, с коробки наверху, все пожелезло, да, эти самые, вот они, самые нижние, ну, как бы, это ложные листики, это на самом деле, это на самом деле, дальше, по порядку будем говорить, вот, смотрим сюда, есть это самое, вот, в Синадоле, видите, вот, вот они, и чуть-чуть засыпаны, опять пол сантиметра не хватило, выкопая ямку, что будет, чтобы освободить их, и корневшек освободит, но ямка зато будет, одно сделаю, другое, одно лечим, другое колечим, идем дальше, еще одно такое, посмотрите, косточка вся вылезти не смогла, значит, где-то на сантиметр закопано, и я говорю на сантиметр, я заранее говорю, что у этого будет дерево, вверх будет короче, идем дальше, ага, вот, теперь вы видите, корневая шейка, никогда спутят невозможно, сейчас прошу прощения, на проводе, я вас перебиваю, сейчас фильм закончу, поговорим, позвоните через полчаса, ладно, ага, извините, фильм скончаю, это достали меня, это я уже всем жалуюсь, ладно, посмотрели, корневая шейка, это святое, вот здесь она даже оказалась чуть выше, и вот если приглядеться, вот он корешочек, вот он, вот он, вот он, корешочек торчит сбоку, в общем, вы поняли, внимательно быть надо, внимательным, вот я сейчас говорю о важнейших вещах, от которых зависит схожесть, так, это мне представили фотографию, да, гряда, да, много собирается садить, но, гряда пологая, на холмах, вот таких вот, очень быстро высыхает самая, оконечная, самая верхушка, это надо знать, понимать, хорошо, когда садим уже проклюнувшуюся, вот тут они, это, чуть полил, и они уже, корень быстро вниз пошел, а если спит, может не проснуться, вот еще фотографию прислали, это дальний план, видите, как густо посадили, каждое пятно, это скорее всего, с песком присыпано, вот близний план, вот схожести есть, раз, два, три, четыре, ну, наверное, человек доволен, так, теперь, это сливы после стратификации, так, значит, чуть-чуть опоздали мы с Сергеем, это был уже май, вот, но апрель был холодный, те, которые вот с этими хвостиками, садить надо, на, класть на бочок, хвостик вниз, но так, чтобы уже не было засыпано, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот, не было засыпано, вот это вот, побег, вот этот побег, видите, как, вот тут он чуть-чуть присыпан, и это очень плохо, вот таких тонкостях вы разбираетесь, а специалист, вот на 5-6, я ничего не знаю, не можешь уже отказаться, чисто психологически, не зря конечно так еще момент значит вот когда вы от меня получите семечки косточки особенно косточки вы их если будете отбраковывать они могут всплыть все почему значит я отбраковываю сразу с помощью моих помощниц дети помогают племянницы уже все освободили от мякоти и в ведро все что всплыло сразу выбрасываю поверьте на слово у меня есть фотографии все показать не могу их сотни чтобы каждое слово отстоять доказать а тут я знаете взял черешню баха на все что выбрасываете она она вся хороша то есть первое касается только абрикосов вот я как-то сливы всплывшие посадил поставил на балкон этого осенью в январе появляло солнышко через лозу зашли всплывшие так что еще раз отбраковку я делаю только абрикосов и только при заготовке косточек теперь опаснейший момент для тех кто покупает у меня вот в таком виде что здесь написано груша уссурийская вот она почему таком виде это июнь месяц это не у меня не купили я вам показываю лежала в холодильнике и все равно вот так вот сходит все нет всем не хватает влаги первые сходят остальные уже никогда не зайдут но что делают клиенты которые я же высылаю свои инструкции свои видеофильмы что они делают они молча получив в этих мешочках сразу холодильники и до самой посадки а потом бах переросли значит что надо делать когда получили это всего неделя в среднем неделю в пути это мало это хоть и в тепле просыпаться не успевает вот но все равно разорвали мешочки и в эти самые баночки но уже чтоб там 10-20 раз больше было влаги не влаги а чтоб там больше было песку важного вот так дальше идем вот это интересная фотография 15 января тире но тут не видно какого апреля но наверное середина то есть февраль март апрель в общем вы видите что здесь сливы через три месяца а я в январе именно сливы старифицирую через три месяца что мы имеем большая часть угодны к посадке но разброс месяц согласились какие-то уже успели выра почувствовали весну взросли а другие спят мертвым не мертвым а таким длинным сном поняли да то есть даже три месяца понятие такое надо умудриться в банке показывал надо умудриться которая просудишь и садитесь желательно на постоянное место вот теперь кто-то выписал допустим берем 100 штук это середина наполовину это немного это немало одну человеку надо 20 30 50 деревьев сотни с моей агротехника уже хватает ну что дело до 5 половина под зиму весной во время сокодвижения садить так значит сертификация сроки время отсчитывается от конца времени посадки вот смотрите у одних все цветет другие снег лежит вот тут и вы должны знать что у под них зацветает в апреле значит отстегиваем два месяца для прикосов три месяца для слив ну так образом а у кого-то мая и опять получается третий-то должны где-то в феврале а допустим а где-то в марте у кого зима длиннее вот это учитывать это очень важно потом получится вот это само это и получится сколько потеряете вот это сколько потерять следите 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 идем дальше значит и эту сотню вы можете посадить сразу и которая протянулась на постоянные места уже холмики готовы гряды готовы а который спят а в случае всего отдельно грядки примерно как морковку как помидоры вот вот так вот по гуще вот вам пример вот эту сотню все спят все спят при температуре 0 плюс 2 редко за 2 месяца редко сходят если будет в холодильнике а там такая хитрость разброс до 10 градусов вот допустим ячейки вот я тоже пользуюсь холодильников не хватает вот ячейка в дверцы лежит это самое там градусы по 17 градусов другой стороны положу и пониже 6 градусов ничего себе разница да учитывайте все учитывает зайдут у вас в феврале как я говорю застралифицировали они у вас марте взошли в начале апреля а у вас снег лежит учили учили и так и так для корзины с яйцами это значит я сказал на глубину один сантиметр вот но когда на холме посажена она уже не так страшно что соплеет и сгниет вот эти когда под землей вот этот сантиметр окажется а на холме еще можно потом разгресить этот сантиметр если с любовью и так половина под зиму что взойдет то взойдет так а вторая половина весной школка это пусть себя растет если даже половина там дойдет до осени доживет сейчас сад состоялся большая часть по себя спит во время высадки которая осенью все спят перед зимой посадил ну и ждите чудо если мыши не помешает сейчас я вам покажу а вначале цифры и так это средняя цифра вот я специально для вас что видите самый короткий срок месяц у этого яблони самый длинный срок вишни черешни ну и так далее срок увеличивается температура ближе к нулю и наоборот вот схожесть растянута по времени не проклюнувшие времени посадки высаживайте спящими вот это еще один ведь держит весь май и июнь и говорят константинович они не сходят где храните в холодильнике я моё видите какой эмоциональный сколько я водились не сказал не рассказать слова пришло время садить все и покрылся и спящие а я тут за голову хватать изображаю себя этого самого сами понимаете исключите горшки на подоконнике сразу и и спящие поклюнущее почве сада то есть горшки как необходимость если когда-то все равно пересаживать или на продажу это пожалуйста но почему-то садят горшки а потом на следующий год садят на последнее место сразу на последнее любая пересадка это какая-то трагедия примечание сроки для центральной россии почему одна буква с две буквы с россии так еще раз посмотрели сроки персиков нету три месяца остальное все есть ладно еще несколько слов скажу значит и так вы видите сергей железово я его заставил позировать я сказал вот это мой месяц вот если нормально в апреле посадил в мае они уже вот такие я говорю продавай за полцены когда-то они спасли меня всю мою жизнь судьбу когда мне сад на острове вот и я там же это вырастил на месте они только почки проклюнулись я как вот такими попернулись шапочками пересаживал горшки скомо в земле по 500 рублей шили четверть миллиона я заработал 500 на 500 и это меня спасло значит не дурак а сергею говорю ну у тебя в мае месяцу тебе едут покупатели у тебя ни одного саженца не осталось на продажу ну продавайте вот так у меня и сотни буквально пару возвращались тогда только местные покупали до 20 года миральщиками не ездили эти инопланетяне то есть других городов это сейчас вплоть до урала на своих машинах гоняют тогда такого не было только местные я всем говорю погибнет меняю бесплатно и сотни меняли пару но я четверть миллиона заработал иначе бы я просто бы не выжил смеяться будете на пенсию поживи и вот тогда получалось следующее отказался на трес вот они видите вот они продавали тогда по 500 также нет не буду я не халтурщик это его характеризует я этим горжусь но и сиди без денег но не поступился принципе а вам скажу так это было опять эмоции это была вода а теперь надели в апреле есть в таком горшке вот тут можно пересадить если сразу хороший подходящий горшок и его если вам все равно надо менять место жительства саженство пожалуйста и вот и сотни 2 мертвые вот так бывает это немного и не обязательно по вине этого садовода продавца мало ли как там погибли каким путем вот с этим пока все надо закругляться и так два этих самых две корзины с яйцами половина под зиму еще привожу свои примеры посадил один раз садил под зиму груши нормально сходили в следующем году посадила 5000 семечек не взошла ни одна на следующий год на мое удивление уже грядка была перекопана там уже несколько саженцев росло которое некуда было ткнуть больше и вдруг вся площадь покрылась грушами с пластями это заметьте там уже нарушена почва была страшно уже не грядка была катакомбы взошло огромное количество то есть скорее всего все вот потом я обнагрел думаю допустим через год ничего делать не стал софиксировать не стал мне некогда я еще сад выращивал промышленный опять посадил тысячи не зашли на следующий год не зашли и третий год не зашла ни одна и думай хоть сейчас что тут думать и такой же пример был сергея железова груши я вам показывал я учил все сходило и однажды весной не зашла ни одна на следующий год зашли все почему и все потому что густо взошли и такие случаи бывают почему опять повторяю две корзины с яйцами почему нужно еще стрипцировать да возни больше ну что делать зато хотите сатами желательно покупать многое сейчас почему потому что во первых сейчас у меня еще есть урожай 2223 это значит что по дешевке купили но смешал и да когда можете за это самое за тысячу рублей купить 70 допустим или сколько там да где-то 70 косичек за тысячу рублей сад посадить они же сходят не хуже свежих эти залежало раз один пример значит хотите повозиться стрипцирование купить ну чтобы стрипцированный абрикос не взошел 100 и 100 95 я вам показываю у меня же знаете это показать вам плодопитомник железова вот ну допустим считать так мы сейчас обсудили как посадить хотя я уверен что вновь будут недовольны потому что человеку нужно садиться пункт первый вот сказать только кроме что я даже просто растерялся что еще сказать раскопал грязьку как помидор допустим с такой густотой садил как помидоры вот выкопали небольшие как канавки борозы одним пальцем это делается посадили присыпали вот если земля действительно жирная тяжелая ну давайте тогда или легкая земля или боксинбург путь будет песком только поливать почаще ведь уже нет однозначно рецепта еще и ждать но потом может быть чая вторую серию вот вроде экскурсии смотрите здесь и свежая фотография здесь есть фотографии старые и все это если прокомментировать потому что они дай бог зайдет а взошли а что дальше и опять так главная бон зачем будем делать термистерию я сейчас первую выпущу послушаю ваши эти у меня не послушаю почитаю ваши комментарии на мои фильмы многие мне верят так как будто я заместитель бога поэтому по сельскому хозяйству никто не комментирует почти никто не спорят иногда бывают вот эти вот такие вещи бывают да это когда я ничего не могу с этим поделать вот никакая посадка но не буду возвращаться поняли никакая посадка не спасет от манилиоза нету манилиоза нету посадка спасает вы человек который я считаю у него есть свое мнение но сколько раз когда вступал с ними уже в настоящую дискуссию они с или вот представляете это то что погубило сотни или тысячи диссертантов диссертации оказались и липова это в любом месте берешь строчку в яндексе разместил мать чистая она цитировалась 100 лет назад и диссертанты задницы чуть не сказал более грубое слово самое мягкое слово задница сидит сколько их разоблачили и мои оппоненты такие и диссертанты за наука беру это эти это уже целиком длинную сама фразу вставляю в яндекс 1930 год представляете а и когда начинаешь спрашивать те кто соглашается спорить со мной откуда ты знаешь ты вообще уходи нет откуда я читал вот и мы читали все извините это на вам не всегда так наболела уже сколько в одиночку посадите манилиозом пугать манилиоза глубины это с 1 на 10 на 20 сантиметров ничего не понимают все друзья я вот такой грустный конец на это я уже стал таким как сказать с улыбкой уже не могу извините я заканчиваю кстати не мешало бы заказать у меня семена как раз я даю гарантию